Так, всем привет, с вами Допгейм, мы продолжаем играть за Польшу в ванильной Хиросфарен 4, только с Романовыми. В прошлой серии мы тут добили один Советский Союз, из него вывалился второй Советский Союз, который в принципе из-за гражданской войны не терялся, он всегда был. И он, собственно говоря, находится в каком-то непонятном альянсе с Южной Америкой, из-за этого он полностью не капитулирует. Но на самом деле мне это и не обязательно, надо чтобы вот эти боты пробили Южную Америку, Аргентину, потому что мой прекрасный фокус на национализацию всех российских и не только земель, как видите, там всякая богемия, то есть там и чешские какие-то земли, я так понимаю, и югославские, и в общем-то я так представил, мне где-то 20 миллионов мэнповера будет, можно этот фокус сделать даже без капитуляции, на самом деле, если всего лишь 50% капитуляции, уже можно этот фокус нажать, то есть мне достаточно просто немножко подзахватить, конечно мы ее и так или иначе капитулируем, но и в этот момент уже можно будет нажать фокус. И кроме мэнповера у нас еще внезапно станет очень много заводов, потому что все станет нашими национальными заводами, очень много ресурсов, но страна будет страдаться очень сильно. Единственное, у меня сейчас небольшая проблема в том, что мы все еще воем с кучей больших стран, то есть Япония очень большая, куча мелких стран на самом деле тоже, они спамят много где, и с Америкой. Америка, конечно, меньше нас уже, мы уже очень плотная страна, но все еще большая, и все еще там типа ресурсы, можно сказать, бесконечные, мэнповер бесконечный, то есть эта война на истощение будет очень долго длиться, поэтому мы сейчас пойдем на восток. Самое главное нам сейчас разобраться с вот этими вот мелкими войсками везде, потому что они могут сделать на самом деле небольшие анклавы и потом наступать на нас. И уже здесь на востоке как-то пробиться в Японию, собственно говоря. Ну, кстати говоря, есть решение на ядерную тарпу Японии. Я не очень заметил, как оно появилось, но когда просматривал, что у нас доступно, оно незаметно оказалось там. Да, поэтому давайте попробуем чисто из любопытства нанести этот удар, и если вдруг они капитулируют, это нам очень облегчит, конечно, нашу задачу. Так что попробуем. Ну, в любом случае, поехали. И параллельно мы начинаем заново наше заставление в Турции, потому что от этих, конечно же, территорий тоже стоит избавиться, не хочется иметь в тылу какие-то вражеские войска. Единственное, я подозреваю, что мы вот с этим еще будем достаточно долго бороться, но как бы что с этим поделать, то есть здесь вот какие-то войска есть, там тут сейчас Иран, скорее всего, сдастся и через Иран пойдут, поэтому нужно побыстрее вот это вот ликвидировать. Здесь все-таки много важных ресурсов для нас. И, собственно говоря, эти войска тоже надо куда-то попереотправлять, то есть надо, возможно, сбросить проведенную помпу. Но вот это Советский Союз, потому что ядерные бомбы очень бьют по желанию войны, а именно оно отвечает за капитуляцию. Собственно говоря, вот-вот у нас самолеты сюда прилетят. Итак, мы получили резко возможность наносить удары ядерные по Японии, поэтому воспользуемся этой возможностью и постараемся, в принципе, буквально в каждый стейк сбросить, чтобы, во-первых, лишить их в промышленности, во-вторых, стриггерить этот ивент и, в-третьих, выбить поддержку войны. Она там космическая, у Японии она всегда большая. Ну-ка, наши ядерные удары. Бедная Япония. Киота, Хиросима, Нагасака, Токио. Господи, сразу все четыре ивента одновременно выкинулись. Ну, вот вроде бы мы сделали два удара, но непонятно, уделили ли они к чему-то или нет. В любом случае, удары очень выявили поддержку войны, и я ожидаю, да, очень неплохо по их промышленности ударили. Хотя я ожидал даже чуть-чуть посильнее. На самом деле, как-то фабрик у них все еще много, но я подозреваю, что тут еще, да, у них неплохое количество отсюда идет из Индии. Кстати говоря, вот, как я и говорил, из Ирана они вышли, и сейчас начнется здесь тоже битва. Нужно побыстрее разобраться с войсками вот здесь. И вот наносим ядерный удар по Архангельску, это столица, хотя не сильно это ударило по поддержке войны. Я ждал большего результата, давайте попробуем повторить этот удар. Эффекта уже нету. Видимо, там все-таки есть какой-то лимит. В любом случае, хотя бы чуть-чуть мы сбили, хотя бы чуточку нам, но это поможет. Ну и с Японией, очевидно, то, что мы сбили с сотки до 56, должно помочь очень сильно, хоть и не прямо сейчас. Нанесем также удар по Норвегии, чтобы им выбить поддержку войны. Что-то... Эффекты отъятеренных бомб пропали. В любом случае, это несет урон снабжению американскому. Можно, кстати говоря, еще нанести атаку по какому-нибудь пункту снабжения. Блин, ну это близко к моим войскам, боюсь, что может быть какой-то урон, хотя в теории не должно быть. Давайте попробуем. Да, наши войска не затронуты. В теории, я должен был им сломать снабжение. Давайте разобьем здесь их все. И пускай там дальше сидят еще с меньшим снабжением. Вот мы добили тут нужные 50% для фокуса, и я начал его, собственно говоря, делать. Параллельно тут очень неплохой такой фронт здесь образовался, поэтому мы стараемся сейчас его пробить. Здесь армии, как обычно, непонятные стороны двигаются. Но ничего, в целом у нас все неплохо получается. Кстати говоря, в Советский Союз, я думаю, призыв уже очень высокий поставил. И, кстати, обратил внимание, Япония, на самом деле, поставила себе зачем-то всех под ружье, хотя у нее, мне кажется, должно было быть нормальные людей. Но это нам, в принципе, на руку. Из-за этого она ремонтируется долго. То есть, ну, Япония, я бы сказал, из игры выбыла. Особенно, если у нее где-то снабжение игре от войска, потому что у нее производства сейчас не хватит их снабжать. Даже у меня, вон, какое-то космическое количество на пенозавод на пенозаводном снаряжении. Смотрите, как оно горит. То есть, мы делаем 800 в день, но все равно по минусу где-то сколько? Сотки теряем. Сейчас вот в ноль уже вышли, плюс-минус, но все равно периодически туда, туда, то сюда. То есть, этого не хватает. Вон, 500 потеряли. ПТО то же самое. За танков куча, но это потому, что я танки использую очень локально и стараюсь их не использовать в плохих регионах. Вот, так бы они тоже очень жестко горели. Но, в любом случае, сейчас мы возьмем вот это в фокус, и у нас жизнь станет раз в 10 легче. И смогли мы тут на Кавказе пробиться. У нас здесь осталось две армии. Единственное, надо отсюда уже танки, пожалуй, убрать. Пошли горы. Еще бы разобраться, какой цвет танков, но можно сделать вот так. Отлично. И куда-то надо их перебросить. Пожалуй, я их переброшу кто-нибудь просто в Европу, потому что в Сибири им воевать-то, ну, бессмысленно. Здесь им воевать тоже не очень, и здесь снабжение такая же проблема. В этом, с Канем у меня просто в резерве постоят в Европе. А вот и готов вот этот фокус. Сейчас произойдет чудо. Во-первых, чудо произошло уже с военными заводами. А сейчас произойдет чудо с Монт Павлером. Вот оно. Я, кстати говоря, уже сменил закон обратно с Сибири, что оно обязательно, чтобы побольше снаряжения производить. Ну и вот чудо, о котором я говорил, это просто у меня теперь бесконечных заводов практически, ну, 50 штук. Я бы сказал, их на все что угодно уже теперь хватит, как и ресурсов, в принципе. Единственное, у нас здесь вольфрама маловато. Я, кстати говоря, еще и экспорт чуть-чуть подзакрыл. Все равно у меня никто ничего не покупает, я почти со всеми воюю. И теперь у нас, в принципе, все, что я хочу производить, все можно очень быстро, ну, очень быстро сделать. То есть, допустим, у нас не хватает сейчас снаряжения. Ну, как, то хватает, то не хватает. Просто закинем 200 заводов на снаряжение. Не хватает ПТО. Закинем, ну, вон, 80 заводов на ПТО. Потом, если что, снимем. Эффективность нам сейчас не важна, потому что у нас, ну, очень много военных заводов. Итак, этот Советский Союз капитулировал. Этот новый. Все в земле стали старого Советского Союза. Это, на самом деле, не так приятно. Потому что из-за этого наших врагов здесь везде есть доступ. Ну, что поделать. Придется сжараться с тем, что есть. Если говоря, я вот сюда танки отправил, потому что заметил, что здесь немцы отбили какой-то кусочек земли. И не хочу, чтобы мне случайно, совершенно случайно, здесь развили наступление мне потом в самый неприятный момент. Поэтому мы просто добиваем здесь их войска, как и, в принципе, в любых других местах. Ну, и здесь мы тоже на севере сейчас ликвидируем очередной вот этот вот полу-анклав. Не совсем этот анклав, потому что там есть порты. Но все-таки. И надо заниматься вот кучей вот этих вот микро-анклавов, которые образовались после сдачи. И, собственно говоря, потом уже двигаться сюда, в сторону Японии. Я тут посмотрел на морские битвы и внезапно заметил, что я потопил неплохую часть американского флота. Ну, и до этого я топил, но это прям такая мощная партия была. Это, конечно, приятно. Я даже начал исследовать какие-то морские техи, просто потому что, ну, техи заканчиваются буквально. Качать полезного уже нечего. Начинаю качать море. Возможно, мы сами начнем строить флот. Единственное, здесь мы, конечно, будем еще долго продвигаться, потому что, ну, снабжения нету. Тут какие-то невнятные бои периодически идут. Периодически они останавливаются вот так вот. Потом начинаются снова. Ну, и как бы такая вот ужасно медленная война без снабжения. Тиснея. Любую войну на истощение мы выиграем. По той простой причине, что ресурсы у нас, ну, практически бесконечны. Мы супер много всего имеем. Вольфрама так не хватает, чтобы прям супер авиацию держать. Ну, в любом случае. Программ двигаться на юг. Не знаю, вот с этим вот что сделать. Вот я вижу, Британия здесь высадилась. Наверное, пока ничего делать не буду. Собственно говоря, если здесь британцы все захватят, то мне в плюс. Если не захватят, ну, без разницы, мы все равно держимся в одном месте. Сначала также строить ВДВ. Сделал неплохую дивизию. Захватим вот этот остров, здесь захватим остров. Ну, чтобы избавиться от каких-то вражеских баз у нас под носом. И, возможно, куда-нибудь сюда повысаживаемся, чтобы здесь тоже поизбавляться. Потому что никто, кроме нас, это здесь не захватит. Кстати, подумал, что раз союзники начали высадку в Скандинавию, можем и мы начать, собственно говоря, поддавить с юга. Здесь они как раз окружены сейчас будут. И мы выбьем резко все вражеские войска отсюда. Так что, почему бы нет? Потери, кстати говоря, в мире космические. Они и так были космическими и только растут, собственно говоря. Сейчас здесь выбьем их, тоже приятно будет, на самом деле. Они здесь и без снабжения сейчас. Просто подобивать. Заставить американцев потерять еще больше ресурсов. Какие-то говоря, видите, техи мы сейчас реально все морские исследуем. В один момент, я думаю, мы вообще все техи исследуем. Может, в 49-м году, я думаю, через годика-два у нас все будет исследовано. Самое единственное, что нам еще по времени недоступно, это тяжелые вот эти вот последние бомбардировщики. Но они у нас тоже будут, на самом деле, доступны. Ну и на востоке здесь мы такое неплохое окружение здесь смогли даже сделать. Я все даже танки подвел, которые здесь более-менее себя показывают. Ну, потому что здесь у нас, как вы можете видеть, еще есть снабжение. Дальше там уже все еще хуже, там только пехота уже. И мы начали потихоньку захватывать Индию. Точнее, возвращать ее, можно сказать, из лап японского государства. Здесь вот союзники еще никак не могут добить наших врагов. Но, я думаю, нашим ВДВ это будет потом под силу. Я думаю, на это можно подзакончить серию. Мы сформировали Славянский союз. Смогли подобивать вот здесь вот все вот это чушь, что осталось. Из Скандинавии, можно сказать, выбили наших врагов. Еще нам предстоит захватить два острова. Но, в целом, Европа уже в безопасности плюс-минус. И мы уже вторглись в японские земли. К сожалению, все это очень медленно. Вариантов особо ускорить это нету. Мы не можем сделать здесь никакую высадку. Потому что, ну, расстояние слишком большое. Воздухом примерно тоже надо как-то провести сюда войска. Это все безумие. Так что нам остается просто идти через Сибирь до самой Японии. Идти через Индию также до примерно самой Японии. На нашей стороне Китай внезапно. И это приятно. Потому что Япония вообще сейчас в ситуации так себе. Она починилась, но... Я не думаю, что там достаточно ресурсов. На самом деле, чтобы вести войну. Заводов там не хватает. Так что, я думаю, Китай даже сам ее будет продавливать потихоньку. В любом случае, с вами, ребята, был Тупгейм. Подписывайтесь на классы, если еще не подписаны. Ставьте лайки, комментарии, ребят. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.